Приветствую всех любителей пошаговых стратегий, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего прохождения на уровне сложности божество за Россию, Sid Meier's Civilization 6. И сразу я слышу, нас приветствует Калинка Малинка, которая нам совершенно не надоела за прошлые серии. Кстати, рекомендую перейти к первой серии, если вы смотрите не сначала, посмотреть её. Всё, спонсорам канала эти серии доступны пораньше, правда не все сразу, как обычно, потому что я их записываю постепенно. Ну и карта у нас необычная, аж 20 цивилизаций на карте, она новая, вот сейчас я покажу. При загрузке это, к сожалению, только видно, а не при настройке, почему-то когда вы загружаете, вот первобытная древность. Правда, по ощущениям она такая так себе первобытная, ну да ладно. На данном этапе я коплю религию, иду постепенно в своих казаков, и хочу за религию покупать казаков, чтобы снести индусов. Он мне нафиг не нужен. Я ещё думаю над тем, с кем союзится, я бы хотел, наверное, всё-таки с персом союзиться, и попробовать тогда снести ещё и ацтека казаками. У меня будет тут много веры. Но над этим ещё стоит подумать. Нанмадол захватили, который я союзил, у меня была куча культуры благодаря ему, но уже его вынесли. Так, тут я пытаюсь с варварами разобраться, решить, так сказать, окончательно этот вопрос. Здесь шахты строю, у меня помечено на коммерческий район. Да, закончились, рабочие закончились внезапно. Надо ли мне ещё рабочих тогда покупать, надо подумать. Ну, здесь я не хочу фермы строить. Тут, а, тут я вырубаю всё. Тут у меня ромашка же должна быть, но ещё... А в Питере я уже могу какой-нибудь район строить вообще? Да, могу. Где у нас тут театралочка? Вот здесь театралочка на 3, а кампус... И кампус тут на 3 у нас. Всё у нас тут на 3. Но я бы сначала, наверное, театралку поставил. Тогда убираем улучшения. Так, тут заканчивается. Это мы строим часовню Великого Магитра, чтобы как раз юниты за веру покупать. Так. Мапучи у нас дружить хочет. Америка дружить хочет, но они все далеко. О, с Екатериной я уже дружу. Кстати, они добираются ли у нас караваны до Франции? Добираются. Давайте тогда с Францией заключим союз. Начнем, наверное, с экономического пока. Или с культурного уже сразу. Чего мне тут деньги? Культура мне больше нужна. Деньги мне и так хорошо капают, да? Давайте культурный. Что, он мне еще заплатит за него? Да, заплатит. Нет. Вот так. Так. Пошли союзы. Ускорили дипломатическую службу. Отправляем караван в Францию. Париж. Поехали. Так. Тут я пытаюсь разносить слово Божье. Православное. В Нанмадол, похоже, да? Ну вот, тут все, конец. Тут конец этого моря. Значит, надо сюда плыть. Да и здесь я уже так хорошенько все исследовал. Так. Ну, этим парнем поплывем вот эти города обратно обращать. А то, понимаешь, католики разбушевались. Ну, заодно территорию исследуем. Так. Торговец завершен. Универ. А что у нас по городам-государствам? Есть Болония. Причем я ее сюзерен и она мне дает ага, очки великих людей. Такать очень хорошо. Давайте, наверное, что Болония еще хочет проложить торговый путь. А могу ли я туда проложить торговый путь? Доступные пути. Вот в самом низу. Да, в Болонию я смогу. Что одного послась и что можно будет туда отправить. Ладно, тогда в Новгороде, пожалуй, будем строить универ. Амбар. Некуда расти. Еда идет. Универ. Или мне его купить просто тут. Слушайте, давайте я куплю. дамба. Нет, здесь я не буду дамбы строить. Тогда лучше строителя еще. Или исследовательский грант провести. Нет, давайте тогда строителя лучше, а универ купим. Заодно астрономию продвинули. Архангельск прекращает расти. Больше торговых путей, но я, собственно, подожди, да, достраиваю торговый путь. Кир захватил нан-мандал, не буду никого созывать. Не хочу я сейчас с Киром портить отношения, воевать. Так, тут мы ждем, когда Кир город поставить. Ну и заодно исследуем, исследуем территорию потихоньку. О, у нас Вашингтон не в православии. Упущение. Неисторичненько. Вашингтон должен быть православным. Ну, давайте. Согласен на посольство. Кстати, надо бы к этим тоже поотправлять посольство. О, за что я 25 монет получил? Мне заплатил Перс за посольство или как? Пока тут у нас Инк, конечно, по науке. Ну, а в основном так ровненько. Ну, еще и Нидерланды. Очень хорошо, что они там недалеко приблизительно друг от друга. Ты хотел моего мечника убить. Так, загрузился после краша. Придется повторить ходы. Наверное, я вырежу те, которые были до этого немного. Еще писали, что курсор пропал в играх. Я объясню, это Nvidia обновила драйверы. Обновила драйверы. И так, а так я записываю через ShadowPlay, Nvidia прога для записи стримов, то я просто записывал, записывал серии и я не проверяю. Вы же понимаете, что если ты до этого сколько-то лет так записывал, то смотреть будет курсор или нет как бы бессмысленно. Народ начинает писать, что пропал курсор, а я уже записал там сколько-то серий. Скажем все дружно спасибо Nvidia. сделаю тут фермы, потому что она в новых драйверах сделала так, что не виден курсор в записанных видео. Поэтому сейчас я через OBS, например, продолжаю записывать. Так, тут оставлю производство на один ход можно отложить производство, тут я поставлю район, наверное, театральный. Так, что у нас здесь? В общем, вот таким образом ребята выпускают новые драйверы, что перестают работать по Памук-Кале. Кто был в Памук-Кале, ставим лайк. Видимо, все, кто ездили в Турцию, побывали в Памук-Кале. Нанесем новые функции, сломаем те, что были до этого. Тоже отличный, отличная идея. Так, тут я ничего не строю. В Москве я начну, пожалуй, строить строителя. Да, передам вот эту клетку Москве, пускай растет. ой, не строитель, а не, шпиона. Шпиона начнут строить в Москве. Блин. Здесь я ничего не начну строить, а в Москве начнут строить шпиона. Вот так, ход пока. Так, не буду я осуждать Кира, то вы и так у меня не растет. Все, заканчиваем ход. Да, блин. Заканчиваем ход. Ну, знаете что, может мне достаточно тогда союзиться с Францией, может мне здесь где-то вот тут тоже еще город поставить. Союзиться с Францией, тогда можно спокойно и на Перса нападать. Перс тут, по-моему, никакой. Что у него вообще-то? 74-70. Ну, так-то по развитию неплохо, но всего три вменяемых города. Меня вот волнует, убьет ли Ацтек Болонию. Ну, вот эта армия по идее не убивает, как мне кажется. Так, значит, давайте здесь еще оленей соберем и поставим тут театралочку. Сейчас за один ход должно строиться. Дальше тут ставим фермы. лечимся. Тут заберем наконец 50 веры. Как будто мне сейчас вера нужна. Не, ну, она-то, конечно, нужна с одной стороны. Так, на золото. О, достает до Марселя, достает. Нормально. Ой, Болония хочет. Давайте в Болонию сначала. Я выполнил квест. Так. Продолжаем нанмадол обращать. Ну, тут мы все исследовали, можно плыть куда. Тут вообще из этого моря есть выплыв? Не, а без каналов не будет. Ладно, поставлю пока на автомат, пускай следует. Здесь пойдем сюда, а этим сюда. Это американские мелодии заиграли. тут немножко не исследовано. Так уж и быть. Все равно сюда поплыем в колар. Так. Брэдфорд нашелся в Смоленске. Пока коммерческий район не строен. торговца завершили. Монумент строителя. Что он вообще стоит? Тут надо поменять карточки. Что мы будем дальше исследовать? А, у меня даже гомонизм и просвещение стоит. Так, давайте менять. еще один ход до смены карточек. Ладно. Кампус священное место. Давайте строители. Надо обрабатывать ресурсы. какой у меня пантеон взят. Да, священные места. Так, тут храмы и святилища проявляются столько же культуры, сколько и веры. Тут тоже все равно как-то мало культуры, несмотря на все эти... Так, вот здесь у нас не куплена мечеть. А, потому что не построен храм, да? Да. Давайте я куплю здесь храм. Или, подождите, или купить лучше здесь универ. Ну, вот в чем вопрос. Мне как бы и то, и то надо. Хорошо. А, что у нас по выходу в казаки? Да, два универа. Мне в любом случае надо... Да, мне универы надо купить. Сейчас оставляем деньги на универы. Подождите, а сколько стоит храм? в деньгах. Храм стоит 240. Нет, не хватит мне до универа, вторая следующая мы потом, так что оставляем так. Надо универ в первую очередь купить, ускорить книгопечатание. Что у нас тут по армии? Конечно, круче всего Голландия выглядит 1700. Передом она ни с кем не воюет. А нет, с кем-то воюет, слушайте. с неизвестным игроком. Дэнкстарк в смысле отказываюсь, мне до тебя караваны не добегают. Охренело совсем. Кто-нибудь со мной, кстати, торгует? Индус торгует. Так, где-то варвары появились. Сам Петербург не может поправить считаться человечеством культуры. Если несколько дропов вот теперь сейчас подождем. Давайте, пожалуй, нападем этого влечения. сейчас разберемся с этими. Слушайте, ну я в нормальный век опять, что ли? Ну, вообще, за 8 ходов можно попытаться и в золотой выйти, а сейчас я в золотом, да. то есть этот еще лагерь заберем, это 3 очка будет. Реформа денежного обращения, Магнус там, Рейну может, или Пингалу, наверное, Пингалу стоит качнуть, а или я его качнул уже. Нет, не качем. Давайте Пингалу на культуру. Вот так. Здесь амфитеатр. Здесь еще ферму. Отлично. Так. в Новгороде можно райончик строить. Вопрос центр коммерции или театралочку? Я бы, наверное, театралочку здесь как раз уберем пшеницу. Красивая игра. Пойдемте их обращать в истинную веру в православие. Выемки найдены. Так, здесь мискрик как всегда. Ну, ладно, поплывем сюда и следует тогда, что поделать. Так, теперь мы можем покупать часовню, можем покупать юнитов за веру. Покажу, как это выглядит. Вот. Но проблема в том, что только наземные покупаются за веру. Только наземные. И ждем мы казаков. До казаков у нас осталось пять. Нет, тут будет два хода. Мы ускорили уже книгопечатание. Тут не обновился. Ты где-то примерно семь ходов, я думаю. семь ходов, скупаем казаков. А они требуют, кстати, блин, они требуют лошадей. Я вот не помню, при покупке за веру они будут требовать, но в любом случае мы будем их покупать и сносить индуса. Мне бы тогда военный лагерь, конечно, построить. Тул опять ходов. Прям ты хоть строй тут такой дук на самом деле. Промышленную площадь потом. Ну, я бы сделал тут акведук и промышленную площадь, но еще не знаю где. Правда, это единственная клетка с производством у меня тут, да? блин, не знаю. Не знаю, честно. Нужен ли акведук по строителям? Здесь акведук я завершил. Храм мы купим. Что с промышленной зоной? Вот здесь промышленную зону в данном случае я бы поставил пока промышленную зону. Здесь у нас еще может быть гавань тут и центр коммерции тут. Давайте поставим на будущее. На будущее. Интересно, а вот если здесь тут конечно в этом городе надо сюда ставить. Я просто хочу посмотреть сколько здесь будет давать сейчас промышленная зона. Ну тут три. Это вот для Москвы тут промышленная зона вполне может быть. Вернем обратно. Здесь промышленную зону сюда поставлю. Здесь потом вот эти каналы они по идее должны дать дополнительно еще бонус к промышленной зоне. У меня мало производства просто в этих городах. Надо хоть что-то делать. Что-то перст тут у меня высадился. Мешаться будет. Так этот чувак у меня плавал как исследователь но я думаю что его уже можно возвращать. Скоро будут художественные места. Смотрите тут амфитеатр заканчивается тут скоро амфитеатр будет. Уже 94 культуры. Уже с культуркой. я в принципе только у меня вот инг беспокоит конечно. Инг очень так и надо бы наверное мне давайте в начале хода отправим послов к тем державам с которыми хорошие отношения и по ресурсам посмотрим поторговать есть ли с кем чем так мапучи посольство в индусу не буду отправлять к америке посольство харальду посольство а во франции тоже нету посольство так отлично теперь что у нас по ресурсам нефрит у нас есть кофе кстати две штуки у нас а это я с кем-то торгую это я неправильно поторговал гипс с элеонорой можно торговать табак с инком давайте глянем вообще есть что новое а у меня нечего предложить тогда торговлю закончили тут еще фермы надо делать вырубать болото строить фермы так я хочу чтобы эта пшеница в новгород пошла или в тулу слушайте давайте в тулу чтобы 10 жителей быстрее стало отлично но эту клетку отдадим обратно новгороду и здесь у нас театралку ставим давайте оленей сначала потом лес там обработать о он поставил город и хорошо мне не придется ставить это здорово чарльтон чарльтон не хочешь немножко православия еще идет город хорошо пускай ставит я как раз его обращу отплывем так уж и быть так амфитеатр готов художественным мне кажется за россию имеет смысл только художественный музей ставить потому что у вас будет куча художников и ну художников у вас куча будет короче дальше растем вообще пройдем по городам видите нижний новгород не растет вообще так где мне тут еду брать растет тут растет в Туле просто жилья не хватает тут растет ну пока более-менее 10 селитру и 10 ну в принципе вообще нормальное предложение мне ни железа ни селитра сейчас не нужна давайте нормально довольство чем выше довольство тем лучше там проценты к добыче всего кстати трех великих людей я не могу тут еще получить кого-нибудь у меня два точно великих человека есть просвещение как-то не ускорено так тут 4 экспо надо тут 5 они дали очки не дали очки в интернале постараться все-таки в темный выйти так уж и быть так скаут он уже бежит исследовать опять будет наплыв варваров тут у меня будет постоянно появляться варвары ничего не поделать так надо с американском с американцем об открытых границах договориться мне писали в комментариях что надо давать деньги компьютеру чтобы с ним отношения улучшать ну не знаю мне это каким-то немножко читер читерским кажется слегка почему-то так я храм хотел купить совершенно забыла быть храм и купить мечеть так все ли у меня уже лавры забиты в Смоленске лавра в Нижнем Новгороде лавра в Москве лавра в Питере лавра у меня в Новгороде нет а есть 5 5 лавр да у меня ну я думаю пока хватит а в этих городах где нету лавр там я театральные площади ставлю хочется мне здесь город поставить может мне какой-нибудь поселенца купить за деньги просто франция франция великий зимбаб выстроит купы радуются что я лагерь варваров замочил Америка осудила недостойные действия мапучи ну они соседи кстати а что там по поводу болонии я перестал следить все шедевры литературы дают больше очков туризма запретный город по-моему уже кто-то построил блин падает потихоньку болонии это ну да ну отобьется не может быть кстати надо посла а то у меня универы не дают а можно как-то с отстеком поговорить типа видимо пока он не захватит город с ним поговорить не можешь православие распространяется по Америке фигася тут еще территория ну тут уже ничего не будет поскакали обратно тут еще куча территорий у компьютера он нифига не расселяется о три хода до казаков блин а в национализм я еще не вышел да так давайте мы оскорбим Чандрабукт но у меня наверное не будет хотя ладно не оскорбим а осудим наверное может и будет повод кстати за соседство у нас тут граница очень близко по-моему я это открыл уже повод нет колониальное это не то священное нет освободительное нет нет похоже у меня нету не будет нормального формального повода к сожалению вот странно почему за соседство где-то далеко вот за расширение территории вот это я бы мог использовать почему так далеко надо будет отправить рабочих тут болото осушить и поставить фермы не я правильно рабочих строй потому что тут куча куча еще чего делать можно на территории не обработанной территории вообще кир объявил да ладно слушай кир ну вот кир меня раздражает он два моих города которые все я короче захватываю индуса кир следующий просто ну вообще надо морские юниты тогда строить раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать еще восьмерых я не встретил дополнительные единицы выбранного редкого ресурса дают довольство ну я за нефрит договор о контроле над границами новые районы построены в шаре культуры ну за себя проголосую ну такие тут оба голосования мне честно говоря мало что дают ничего интересного а у меня как там с очками дипломатии 119 ну черепахи кстати по-моему у меня работают черепахи и неизвестный игрок осуществляет культурный захват где-то еще есть неизвестные игроки так что там с балони у нас ну следующим ходом балония падет блин шовнан мадон что в балонию столько послов влито получается здесь художественный музей может опять же купить его сколько он строится 6 ходов 6 я бы наверное купил а ну я не поменял карточки здесь давайте что-то можем что-нибудь быстро открыть морскую традицию мне еще в верфи надо выйти после казаков да после казаков пойдем в верфи морскую традицию если реально то что я культур могу смотрите насколько я отстаю на целую эпоху по культуре от голландии ну а по науке кстати не так уж и плохо я думал похуже будет давайте наверное реформацию откроем там поставим 50% еще будут веры я наверное куплю все-таки музей так из питера в агру бегала но теперь мы конечно же во францию блин такой не это незнакомые цвета у француза у француженки раньше все синее было раньше было все голубым и зеленым блин такой-то уже современный лагерь как бы мне там не наваляли удаляем этим рабочим пойду тут ставить тут бы еще конечно отличный был бы пантеон на рыбацкие лагеря на рыбацкие лодки извините надо кстати будет вот этим строителям эти тут лодки построить а тут я шахты построю в Смоленске вот тут есть проплыв это хорошо сколько там ходов 4 ну надо в темный век падать блин Александросхо Македон встретил македонского парня а где я тебя встретил вот тут это его юнит тусит а столица ваш вон где на самом севере а мы на самом юге блин сейчас нормальный век выйду одну очку осталось ё-моё так тут мы купили водяная мельница уже бессмысленно древние стены давайте еще строители пока все еще строителей делаем мне вообще где-то военный лагерь нужен я бы кстати вот здесь поставил если в Питер Питер вырастет для того чтобы у меня больше ресурсов было для этого копилось давайте предварительно вот сюда военный лагерь великий зимбабве нидерланды закончили технологическая документация франции в париже была похильнее чувак ты чё как у тебя ну что я же тебя захватывать хочу все захватили Болонию один город государства который просто рядом со мной поэтому никто не захватывает такие компьютеры думают блин чувак а что ты Иерусалим не захватываешь классный же город ты чё захватывай короче давайте вот так сделаем пускай а вдруг пройдет так ну и что тут за юниты да не ну это кстати нормально пикинеры как как они называются стрельцы пикинеры нормально еще можно побороться просто не рыцарем потому что они как раз против конных лучников конных юнитов так давайте смотреть у нас из Питера в Париж бегает из Новгорода бегает из Астрахани пока в Пасаргады бегает мы перебросим из Смоленска бегает из Тулы бегает Светлана мы перебросим из Москвы вот из Москвы ничего не бегает шпиона я бы к инкам какой-нибудь посадил этот готов пойдем сюда к лагерю шахты строим ой блин я не заметил что этот лагерь в четырех клетках потратил дебил потратил заряд рабочего то есть этот лагерь не обрабатывается городом видите в четырех клетках находится блин я дурачок Микеланджело Давида слепил знаете что я даже не хочу пока плыть тогда туда раз у нас тут одно очко осталось до чего кого-нибудь найду зачем мне эти проблемы амфитеатр мне нравится что у меня еще все мои религиозные строения дают святилище две культуры храм четыре то есть у меня от религиозных строений куча культуры ну как два четыре то есть шесть так как у меня пять городов тут тридцать культур и я имею чисто славр своих ему очень неплохо так и следующим ходом мы начнем казаков покупать шпион завершен ну еще строители значит блин опять я карточку а я на реформатах я поставлю карточку надо во-первых на заряды строителей ну блин у меня сейчас два построится правда следующим ходом вопрос смогу ли я слушайте и осадные юниты визаверы не покупаются да нет покупаются отлично хотя только катапульта покупается а таранов нету нет не будем пока меняться это я не хочу пока менять да блин вы надоели чего вы к потолку сикстинской капеллы пристали-то знаете все равно что обратился бы кто-нибудь к италии типа продайте нам потолок сикстинской капеллы хотя недавно трамп уже обратился к Дании чтобы она гримлаз не нет а нет еще есть очки так военная академия некуда казаки блин а я сейчас живу что теократию взять еще собор василия блаженного надо строить скидка на все покупки за верну конечно теократию брать ну мне мне некуда ставить как видите карточки просто так что хотя может вместо плюс 5 боевой юнит поставить все улучшения на ресурсах лошадей дают дополнительный ресурс знаете это зависит от того блин принимаю проблема в том что я два хода если я куплю казака то это 4 очка сразу требуется 5 единиц лошадей 285 ну вообще как бы сейчас вот прям сейчас 5 казаков вообще без проблем покупаются да но мне нужны осадные юниты в любом случае блин а почему осадная башня и таран обязательно должны строиться а не покупаться я считаю это у меня кстати стены средневековые древние средневековые не наверное все таки катапульты надо брать просто таран ему достаточно стены возрождения поставить и все а стены возрождения вот они уже где вот в зам нет средневеков где у нас посадные тактики хотя его тут нету ему далеко тень действует на гордаственное возрождение с другой стороны он на юнит ближнего боя а у меня кавалеристы будут ну то есть на кавалерию таран тоже не действует надо катапульты все таки брать брать хорошо никому дорогу провел молодец не беру пока казаков потому что 4 очка будет и все здравствуй нормальный век о мушкетеры поперли вот это уже печальненькое из москвы у нас в париж тут меняем карточки а ну да я уже все поменял все что мог плюс 233 веры ну казаки все раз почитаем их описание ну я помню что это убер юнит до танков аж заменяющий мощнее кавалерии плюс 5 к боевой мощи во первых он мощнее кавалерии просто сам по себе 67 вместо 62 то есть уже на плюс 5 и еще плюс 5 выше если на своей территории или рядом с ней вот рядом с ней это вопрос но я думаю что вот тут точно будет рядом с ней считаться пока просто пропустим ход в питере в питере пить ну с одной стороны хочется осадную башню построить не будет она ну что у меня вот есть эти хапнуть да в какой-то момент ладно давайте одну осадную башню построю чисто в питере так здесь мы какой райончик сделаем странно что гавань можно строить военный лагерь но тут мы все равно театралочку или промышленную ну вот тут был бы акведук да тут был бы получается плюс 3 да ну театралку так театралку ну вот великих людей пока не могу получить ну давайте меркантиль что-то великого торговца я тоже видимо не получу сегодня да так что меркантилизм пока будем открывать все равно мы сферы карточку не будем убирать на науку я в принципе по науке и без карточки нормально иду как ни странно одно очко и один ход остался до темного века интересно куда выйдет индус ну вот это то что я предлагал у меня вопрос если я проголосую тут все за будет ли мне больно когда на меня начнут нападать эти ребята я боюсь будет больно поэтому в данном случае я голосую против хоть я это и предложил вдруг там соседи за проголосуют и они начнут воевать я просто не хочу ни с персом ни с ацтеком сейчас воевать не принято к сожалению а тут вообще почти поровну а кто заголосовал я если проголосовал за был еще мапучи и ацтек мы бы воевали сейчас с персом а вот против ацтека бы не прошло туда один ход остался нам этого чувачка надо убить чтобы он не сообщил о нас своим дружбанам смоленск растет смоленск мне нравится давайте думать где мы собор василия блаженного будем строить в каком городе мне кажется тут выбор между москвой и смоленском а класс его уже кто-то построил зашибись какой мудила построил собор василия ну серьезно вот кому он нужен был плюс одна пища производства и культуры на всех клетках тундры в этом городе но только предложить если канада есть в игре можно посмотреть только рядом с центром города ну в москве можно было бы вот тут построить да оно уже уже не построит по чаку так биг бэнг закончил закончил я еще даже не в этой техе а он уже закончил биг бэнг биг бэнг биг бэнг биг бэнг биг бэнг это немножко другое но Продолжение следует... Ну, как раз следующим ходом у меня, да, я смогу объявить войну. Так, опускаем ход. Может, три посла, которых девать некуда. Может, купить... Так, на что я могу еще деньги тратить? Могу потратить на апгрейд юнитов, например. По следующим ходам могу поставить карточку на апгрейд юнитов, да? Тогда маяк строим просто. Могу потратить на апгрейд юнитов. Какого хрена ты меня нашел? Тварь. Тварь китайская. Ну, собака, а? Вот, надо было каравелу еще дальше отводить. Ну, вышел нормальный век в итоге. Лучше бужей казаков. Ух ты, мега извержение в Иерусалиме. На северной двине. Ну, эти знаменитые вулканы северной двины. Я бы деньги еще копил на покупку верфей. Что я нравился о маркет-экономии. Так. Глянем, что у нас тут. Ага. Тогда отступим. Тут мы лечимся. Лечимся. Индус вышел тоже в нормальный век. Отлично. Значит, города не будут сильно отваливаться. Возьмем за каждое здание. Или за корпус. Ну, не будет корпусов. Вот, за торговый путь еще можно. Питер в довольствии нуждается. А, у нас с кем-то торговля закончилась. Нет, вроде. Ладно, давайте. Значит, плюс 5 к боевой мощи мы, наверное, уберем. Поставим 50% в стоимости и 50% в ресурсах. Это все оставляем. Начинаем апгрейдить юниты. У меня селитра есть, поэтому имеет смысл и в бомбарды тоже выйти. У меня нет ни оружейной, ни арбалетчиков. Так, как так Питер вырос? 16 населения надо. О, довольствие вернулось. Плюс одно довольствие. Нет, когда хай растет до 16. Нужен военный лагерь. О, давайте мы как раз вырубим тут болото Питеру. Не хватает все равно. Пилка. Мunivers 8. Добро пиле. Отличный ад на панте. Эк. 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 покупаем казаков типичный казак конечно на этих исторических моментах не уменьшилась прошлый раз то что я она как бы считается то что я добываю в этот момент наверно еще катапульты поплывем так быстрее доберемся отсюда наверно следующим ходом объявлять войну а то он начнет меня обстреливать еще раньше времени блин минуту не раньше у меня дороги не проведены никакие быстрее добежит наверное из астрахани примена до еще два арбалета только один лучник что ли людмилами шпион людмила да один лучник ну это печально на самом деле мне нужен еще один лучник для ускорения а еще один арбалет для ускорения литья оружейную мы в скором времени точно не построим поэтому давайте в общем-то в питере что промышленную зону ставим тут мастерскую надо мастерскую купил да и амбар шуб город хотя огнешка еще продолжал расти тогда в питере арбалет подходим потихоньку что нам здесь строителям сделать шахты или подержать просто с одним зарядом если нам что-нибудь индус будет рушить мы будем чинить тогда да да давайте здесь вот ставим как он так тут этот распространил католицизм серьезно сейчас посмотрим католицизм 11 городов консультицианство 34 34 протестантизм 23 православие 24 не так уж и плохо у меня тут идет все еще трех великих людей надо бы ну блин я не хочу тратить веру на покупку писатель ну англия быстрее накапливать но вот этого можно будет купить посмотрим чуть позже я еще могу кстати казака купить пока количество лошадей просто смотрим дедона у нас карфаген еще есть да 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 версия расширяется за счет города тушпо ты задрался своей сикстинской капеллы вы все задрали ну перс потихоньку расселяется но у него галим эти места конечно тут внизу плохие извините статую свободы уже построили карель суровый помирился с мапучи у македонского кстати куча ну все равно я выгляжу неплохо по цифрам а я вот хочу деньги на верх тратить причем на что-либо еще так ну я думаю нам стоит катапульты подвести ими обстреливать калькутту и тогда уже объявлять войну индусу я бы начать с одного обстрел и следующим ходом объявляем войну и и так ферму еще одно место в ромашке осталось вот здесь кстати это от новгорода хотя можно от питера района от новгорода вот здесь у нас да производственный значит будет тут производственный новгорода а здесь кампус от питера нельзя когда военный лагерь тогда иначе я буду отставать по развитию все буду военный лагерь ставить почему нельзя вот они связаны вместе эти юниты почему игра не позволяет если они связаны вместе имеется ввиду что они оба я хочу мне пропустить ход или в защиту встать нет надо каждый юнит по отдельности так делать я считаю неправильно господи каташон обратится смоленский центр коммерции готов ну блин дорого стоят эти а купить их стоит 580 давайте наверно в питере надо в питере ставить блин я бы еще бонус соседства от гавани то есть вот морскую традицию открыть мне другие карточки надо использовать надо покупать в тех городах где оно долго строится тут 12 тут версии вообще нету тут 10 ходов тут 5 тут 7 ну значит в смоленске покупаем верфи показалось что игра вылетела а не показалось опять слушайте что-то игра стала вылетать раз игра вылетела на этом я пожалуй закончу эту серию продолжение завтра спонсоры возможно уже видят во вкладке сообщества спасибо что смотрите поддерживайте играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока Продолжение следует...